Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Косметичка. У нас сегодня с вами тест-драйв. Сегодня мы тестируем с вами вот такой вот CC-крем от Luxe Visage. Это белорусский бренд. Так, CC-крем у нас в оттенке 02 натуральный. Это называется CC-крем активный комплекс. Здесь есть программа антистресс и формула коррекции цвета. С обратной стороны написано, что это крем нового поколения для идеальной коррекции и безупречного макияжа на целый день. Кстати, у меня он уже на лице. Вот такой вот макияж с ним получается. В принципе, пока в ношении он достаточно комфортный. Сейчас я уже хожу с ним где-то часа два. То, как я наносила, вы увидите немножечко позже обязательно. И кадры вблизи этого продукта на моей коже. Пока, в принципе, он комфортный, на лице не ощущается, кожу никак не стягивает, все, в принципе, хорошо. Покупала на сайте Makeup за 100 гривен. Давно хотела его приобрести и попробовать. Вот уж очень положительные о нем отзывы. Кстати, здесь SPF-фактор, увы, отсутствует. Здесь 30 грамм продукта. Все, в принципе, стандартно. Сейчас я зачитаю то, что указано на сайте Makeup об этом средстве. Так, давайте смотреть. Здесь написано, что в этом креме сочетается эффективный уход и ровный, естественный цвет лица. Формула CC крема содержит множество растительных компонентов, среди которых женьшень, липа, конский каштан. Благодаря им средство отлично питает кожу, увлажняет, защищает ее от негативных внешних факторов. Также крем подстраивается под ваш естественный тон лица, выравнивает его, маскируя покраснение и шелушение. Крем содержит легкую консистенцию, быстро впитывается, не вызывая ощущения маски на лице. Антистресс эффект дарит коже свежесть, возвращает ей сияние и энергию. Здесь еще указано, что средство не растекается, не придает жирного блеска и не отяжеляет кожу, позволяя ей дышать. Не требует дополнительного обычного крема. То есть можно умыться и сразу наносить этот CC крем без увлажняющего вашего дневного какого-то крема. В принципе я с этим наверное не соглашусь, потому что у меня жирный тип кожи и я наносила на увлажняющий свой крем. И дальше вы увидите кадры, что этот крем без припудривания выглядит достаточно таким, знаете, более матовым финишем. И мне кажется, что для сухой или нормальной кожи он может подчеркнуть какие-то сухие участки. Поэтому я бы все-таки советовала наносить его на какую-то увлажняющую сыворотку или на очень легкий какой-нибудь флюидик для лица. Вообще я планирую с этим кремом проходить где-то часов 7-8, не припудривая и не снимая жирный блеск макирующими салфетками, чтобы показать вам более естественный вид и все как оно есть в принципе в ношении. Поэтому не переключайтесь и смотрите, что было дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, давайте вблизи посмотрим, как наш CC-крем смотрится на моей коже. Начнем со стороны, где я наносила кистью. Я прошу прощения, у меня как всегда соседи со своим ремонтом. И все-таки мне кажется, что этот CC-крем перекрывает достаточно неплохо, поскольку у меня в этих участках с обеих сторон достаточно красные большие такие прыщики. И красноту этот CC-крем перекрыл достаточно неплохо. Знаете, как для CC-крема это достаточно неплохой результат. Мне пока все очень даже нравится. И я не вижу никакого жирного блеска, пудры поверх этого CC-крема я еще не наносила. Но обязательно зафиксирую вот этой вот банановой пудрой от Evelyn, потому что у меня все-таки жирный тип кожи. И возможно, этот CC-крем будет уплывать немножечко раньше, чем на нормальном типе кожи. Ну что, мои хорошие, вот и снова я. На моих часах сейчас 9 часов вечера. Нанесла я наш CC-крем в час дня. То есть 8 часов этот продукт уже сидит на моей коже. По стечению этих 8 часов вот так вот я выгляжу. Уже, конечно, проступил жирный блеск, но не такой прям, чтобы очень критично. В принципе, нормально. За это время я матирующими салфетками не пользовалась. Я не припудривалась, ничего в принципе не делала со своим макияжем. Вот так вот проходило все 8 часов. Но хочу заметить то, что сегодня не очень такая жаркая погода. Сегодня максимально было 25 градусов тепла, но в среднем где-то 22. То есть идеальное время для ношения тональных средств. Поэтому, в принципе, благодаря тому, что не очень-очень паркий день, этот продукт продержался так долго. Обычно CC-крема и BB-крема уползают гораздо быстрее. Но давайте, наверное, меньше болтать, а переходить уже к осмотру моего лица. Так, значит, что я вижу? В принципе, блестит практически все. Этот CC-крем немножко вытерлся на подбородке, на кончике носа. На моих прыщиках уже, в принципе, практически CC-крема нет. В остальном CC-крем везде есть. Больше всего, конечно, он сохранился в первозданном виде на лбу. На щеках, в принципе, тоже есть. Даже виднеется мое контурирование. Хайлайтер еще есть. Ну что же, я готова перейти уже к итогу. Могу сказать, что этот CC-крем немножечко покорил меня. Можно даже сказать, что он меня удивил. Я ожидала чего-то похуже, честно говоря, за такую бюджетную цену. 100 гривен это достаточно мало для хорошего средства. Но вы знаете, CC-крем этот меня все-таки порадовал. Я нашла в нем два небольших минуса. Первое, то, что нету SP-фактора. Это, конечно, для меня небольшая проблема. Но все-таки, если бы он был, было бы немножко приятней. И второй небольшой минус, это то, что оттенки немножечко окисляются. Я не могу сказать, что очень сильно, но совсем-совсем чуть-чуть, даже меньше, чем на полтона. Она вообще минимальна, практически незаметна. Если смотреть сейчас на мое лицо и на шею, ну, я бы сказала, что цвет одинаковый. Да, вот здесь вот выделяется, но это здесь мое контурирование. В принципе, если смотреть на лоб и на шею, то цвет смотрится достаточно хорошо. Но я делала сводчики на руке и немножко заметила, что граница этого крема немножечко становится более оранжевой. Но и цвет, вот этот второй оттенок, он не такой уж прям белый. Он не очень светлый. Он уже идет с таким немножечко, как бы вам это сказать, бежево-оранжевым каким-то оттенком. То есть, для слегка загорелой кожи это идеальный оттенок. Даже если он окислится, этого на загорелой кожи не будет заметно. Если вы, допустим, очень светленькая белоснежка, вам второй оттенок категорически не падет, потому что у вас будет какая-то непонятная жареная курица на лице. Поэтому, однозначно, второй оттенок только для слегка загорелых девочек. Не знаю, как по поводу третьего оттенка, какой он по цвету, но второй оттенок достаточно темненький. Вообще, в линейке три оттенка есть, поэтому подобрать для себя, я думаю, все-таки реально. Вы знаете, еще чем меня покорил этот CC-крем? Во-первых, он очень комфортный в ношении. Я его абсолютно не чувствовала. Такое ощущение, что на моем лице совершенно нету косметики. Второй плюс, это то, что он визуально очень красиво разглаживает кожу. Даже вот эти все ваши бугоровочки, какие-то неровности, он визуально как бы заполирует, делает кожу действительно очень гладкой и красивой. Третий плюс, он очень красиво смотрится на фото. Я делала селфи, это получается достаточно красиво, как будто отфотошопленное слегка лицо. И четвертый, самый большой плюс для меня, это то, что этот продукт совершенно незаметно на коже. Даже в моих расширенных порах вообще ничего не заметно, ничего, даже если вы наслоите в три слоя, все равно этот продукт не будет заметен на коже. Я очень люблю такие средства. И пятый плюс, это то, что этот продукт не забивает поры и он их не подчеркивает. У меня вот здесь вот и здесь есть расширенные поры и с этим кремом они визуально тоже как-то стягиваются, то есть их незаметно. Во всяком случае, если он их не разглаживает, то хотя бы он их не подчеркивает. Это тоже очень-очень важно для меня. И плюс ко всему этот продукт не подчеркнет морщины, не подчеркнет какие-то сухие участки у вас на лице. Все будет смотреться достаточно хорошо и очень комфортный плюс ко всему. Я удивлена таким, конечно, сочетанием и ценой, и качеством. В принципе, остались у меня очень приятные впечатления об этом креме. По поводу покрытия. Покрытие, в принципе, не плотное, более легкое. Как вы видите, текстура у него не очень густая, он более такой жидкий, скажем так. Такой жидкий кремушек. Кстати, сейчас я вам покажу на камеру, заметно ли окисление. Вот здесь вот свежий сводчик, рядышком старый. Ну, немножечко все-таки отличия есть, но не критичные, как по мне. Запах у этого продукта такой легкий, не цветочный, не какой-то там приторный. Легкий такой кремовый аромат. В принципе, ничего страшного. В ношении я совершенно не чувствовала этот крем, этот запах. Поэтому мне, в принципе, все понравилось. Ну, а на этом, наверное, все. Я постаралась вам рассказать максимально много, как только смогла. Может быть, немножко что-то упустила. Если будут какие-то дополнительные вопросы, вы пишите, не стесняйтесь. Ну, а пока спасибо большое, что были со мной и смотрели это видео. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Буду рада со всеми с вами пообщаться. До скорой встречи!